Друзья, всем привет! С вами Рокеса. Сегодня стартовало главное событие киберспортивного ПАБГа. Это ПАБГ Глобал Чемпионшип. Самый важный, самый масштабный турнир на 2 миллиона долларов. И, чтобы вы думали, он начался в 4 утра по московскому времени. Да, из-за того, что проводится он в Лондоне, проводится вечером, мы с вами в нормальное, удобное время. Естественно, посмотреть его не можем. В прямом эфире это не происходит. Но, тем не менее, я для вас сделаю краткий такой обзор. Постараюсь посмотреть и упомянуть все наиболее интересные моменты. Какие-то крутые катки, развязки и так далее. Ну, естественно, там было 6 игр, 6 часов, поэтому все, наверное, не успеем. Но, тем не менее, постараюсь сделать максимально интересно. Вам же, дорогие мои друзья, спасибо огромнейшее за вашу поддержку. Спасибо за ваши лайки, комментарии, просмотры. Я безумно вам за это благодарен. Говорю еще раз, еще раз большое спасибо. Ну, а перед тем, как мы начнем, давайте посмотрим, что говорят аналитики непосредственно про первый день PUBG Global Championship. Ну и, короче, я ей такое говорю. Детка, если ты не умеешь зажимать сберила, то нам вообще не о чем разговаривать. А она, знаешь, что мне заявляет? Что если я хочу всунуть ей свой коряк, то я должен много зарабатывать, ведь ей не хватает на ивент пасс. И знаешь, что я ответил? То, что я взял промокод и ракет и по закрепу обратился к самым надежным и самым быстрым друзьям компании 1Х. И только при регистрации уже получил до 6500 бонусов. О, и что было дальше? Ха, как что? Я весь вечер отпускал ей хэдшоты, прям на лицо, прикинь? О, классно, ты такой крутой. Ха, да еще бы. А, стоп, поглядите, нас уже снимают. Так, слово передается комментатору. Давайте начнем с самых интересных моментов, и перед вами вся суть киберспортивного пабга. Турнир, 2 миллиона долларов на кону, как бы летит Адоузи, представитель команды Na'Vi, и... просто падает. Он просто нокнулся, потому что... потому что игра работает как говно, в принципе. На этом можно заканчивать видео, всем спасибо за просмотр, до свидания. Вот такой вот турнир, можно даже не смотреть. Ну, конечно, не настолько, но тем не менее, уже, уже, по-моему, понятно, что будет интересно. Теперь давайте к интересным моментам посреди катки. Команда G просто выходит на фейс-офф, один из представителей настреливает на ТТК по первому, по второму сразу же их начинает разваливать, его нокаут, но тем не менее, Ваня подходит и так же делает, просто минус 2 моментально. Говорит, здорово, пацаны, вы зря на нас вышли, мы фейс-клан. Вы еще не знаете, кто мы, потому что вы из другого региона, но поверьте, узнаете. И Ваня, в принципе, прав, ребятки уже начинают даже по первому дню понимать, что с этой командой справляться крайне-крайне тяжело. Далее просто мои любимые моменты, когда видит медведь машина горит и сел в нее и сгорел. Просто представители, по-моему, азиатского коллектива, если я не ошибаюсь, заходят в молотов сами по себе и сами в нем и горят. Вы можете обратить внимание, что молотов здесь исправлен на дым, потому что цензура, но тем не менее, два человека только что сами себя убили, зайдя в молотов. Там еще была, конечно же, граната, но это, на мой взгляд, не так важно. По-моему, по-моему, ну это гений просто. А что бы не зайти в молотов? В принципе, правильно. Ну и теперь давайте непосредственно к каткам. Для того, чтобы обозреть все матчи более-менее как раз-таки под конец, то будем брать самые-самые финальные черты, потому что, ну, их шесть, и если это делать каждый день, то, ну, как раз-таки можно смотреть только финальные результаты. Что мы видим? Пять команд живо, из них фейзы в составе двоих игроков. Это молодой в соло из рожденных побеждать. И дальше еще два коллектива по три человека, плюс еще один сольник. У ENA сейчас самая наиболее хорошая позиция, потому что они находятся в здании, которое до сих пор оставляет за собой зону. Фейзы настреливают очень больно по своим оппонентам, но немного не справляются. Не хватает им для того, чтобы не дать им занять укрытие и, в принципе, выбить как-то из зоны. И при этом Мекси... Мхей... Мкси... В общем, я его буду называть Мехеем, а вы там пишите в комментариях все, что об этом думаете. Короче, получает очень больно и красивая, филиграннейшая граната от человека с ником EDGE, который просто забирает фейзов, отправляя их на пятое место турнирной таблицы. Это не самое приятное, что может быть, но всего лишь первый матч, так что ничего, в принципе, страшного. Ну что же, четыре команды. Все пока что пытаются, пытаются кого-то наследить. Зона сошлась довольно-таки щадящей каждому. Практически все находятся в круге, перетягиваются, но, тем не менее, сейчас пока что непонятно у кого преимущество. К сожалению, нашли молодого и выбили его на четвертой строчке, но оставшись соло этого можно было ожидать. И мы видим, что очень большое количество смоков непосредственно расположено на данной карте. Один из игроков вот этого коллектива Razel Jester или RJ вообще, походу, вылетел из этой игры, потому что, ну, вы не видите за камерой, но их сейчас трое в киллоге, то есть... А, нет, четвертого перекрывает. Нет, погодите, не перекрывает. Да, их трое было в киллоге. Может, команда из трех человек, не знаю. Главный турнир PUBG как-никак. Тем не менее, звездочка сошлась на центр. Отличная стрельба от игрока с ником Joy, со Скорелли и... Трикс прицела. И игроки с тегом Ace. Азиаты показывают отличный результат. Забирают топ-1, дают пятюни, говорят, братан, красава, хорош. Ну и надо отдать должное, Ace в данной группе являются очень сильной командой. И в первый день они себя показали просто замечательно, просто отлично. Ну и давайте ко второй игре. Опять же, ситуация близкая к топу. И здесь очень сильно доминирует фейс-клан. Пока небольшое затишье. Расскажу вам, в принципе, о регламенте турнира. Как работает распределение очков. И как будет все градироваться. За убийство дают за 1 килл 1 очко. И, что самое интересное, за места. За топ-1 дают 10, за топ-2, я выведу таблицу, но, по-моему, 6. Да, 6. И дальше по убывающей. 5, 4, 3, 2, 1. За восьмое и седьмое место дается по одному очку. Ниже, чем восьмое, не дается вообще ничего. Поэтому агрессивная игра здесь важна. Просто полежать, ничего не сделать не получится. Так как вот, например, мы сейчас видим коллектив Вендетта. Они сделали 6 фрагов. У них уже есть 6 очков гарантированно. Ну и, в принципе, из-за этого как раз-таки фейс-клан, которые всегда навязывают свою игру, которые играют агрессивно. Я думаю, будут очень сильно и очень хорошо себя чувствовать на данном турнире. Ну и, в принципе, пока что мы это видим. Уже вторую катку они доходят до топа. При этом с неплохим количеством очков. Пока я общался, здесь команда Гусс Гейминг как раз-таки настреляла по Вендетте. И одного человека забрали безвозвратно. Уже очень большие у них проблемы. Ну и, тем не менее, все равно у всех проблемы. Потому что фейс-клан в зоне, а они находятся где-то на краях. Перетяжки в PUBG это самое сложное. Пока вы сидите, отдыхаете, все у вас хорошо. Но как только начнет ситуация вынуждать бежать куда-либо, здесь начинаются проблемы. Ну и что же, мы видим Вендетта с Гусс Гейминг постоянно. Постоянно как-то пытаются перестрелять друг друга. Но Вендетта ближе к зоне, а значит у ГГ большие проблемы. Драсл пытается как-то сейчас спасти ситуацию гранатами. Были прокинуты смоки. Если он сейчас как-то хорошо кинет ХЕшку, то может оказать сопротивление. Убодом кого-то нокает, судя по киллогу. Но ГГшки отлетают. Сразу же нет возможности у них ничего сделать. И при этом пишется, что две команды живо. Значит Вендетта тоже отлетели. Здесь уже фейс-клан дал свое, как раз-таки внес свою лепту. У фейс-оп 7 очков, 4 игрока живо. И всего лишь два соперника против них. Здесь я думаю, что естественно такое не отпускается. И эта катка уже 100% за данным коллективом. И плюс еще два фрага. То есть итого 19 очков за катку. Это реально очень много. И это очень-очень крутой результат. Зона поджимает. Ну здесь давайте я думаю просто дойдем в момент, где их настигнут. Кстати, можете спросить, что это за кружок. Что он вообще делает, что это на экране. Это айтрекер. Он показывает, куда смотрит игрок непосредственно в данный момент. Для того, чтобы вы понимали его позиционирование глаз. Как он выслеживает соперников, что делает. Плюс это еще мера контроля. Ну здесь вообще ничего прям супер необычного, супер важного. Фейсы просто их убили. Ну тут 4 в 2. Сильнейший коллектив Европы. Как бы другого варианта я лично не видел. Хотя он тоже будет. Но это чуть позже. Матч 3. Здесь мы видим осталось 6 команд. Всех перечислять не буду. Но по-моему уже тех, кто были названы до этого. Тех, кто побеждал. Не осталось. Здесь совершенно новые коллективы. За которыми лично я раньше не следил. Ну и естественно я думаю вы тоже. Потому что они не популярны в СНГ регионе. Но тем не менее. Для того, чтобы видеть как бы картину. Для того, чтобы знать кто как отыгрывает. Давайте посмотрим. Пока что небольшое опять же затишье. Все пытаются заходить в зону. Кто-то откантрирует свои позиции. И мы видим. Нет, уже не видим. Темпа шторм. Как раз таки должны были закрывать игроков с тегом ENA. Но этого... ОНА. Прошу прощения. Но этого не произошло. И они сами начали настреливать по темпам. Это очень для них сейчас неприятно. Они потеряли позиции. Они как раз потеряли немного ХП. Поэтому вынуждены закрываться смоками. Одного из их игроков нокнули. Его естественно нужно поднять, помочь пока дистанция позволяет. Потому что если игроки команды оппонента подтянутся. То будут огромнейшие-огромнейшие проблемы. Также мы видим игроков с тегом T1. Которые заняли кемп. И вообще себя идеально чувствуют. Есть Мики. Некоторая копия Михея. И вот то, что я говорил. Уже пошли гранаты. Уже пошло сокращение дистанции. Джой пытается пройти через смоки. Гляньте, какая невероятная завеса. Очень много дымов лежит. Темпо-шторм вынуждены отступать. Потому что уже поняли, что отдали инициативу. Они сейчас не могут на достойном уровне оказаться противостоянием данной команде. Да и плюс еще, видимо, они угорены в себе. Да, еще очень больно происходит одному из игроков с ником Шарпшотик. Не знаю. Наверное, так он читается. Очень забавный у него ник. И сразу же, да, его добирают гранатами. Моментально техника бесконтактного боя работает безотказно. И здесь два игрока вынуждены лежать уже против коллектива из троих игроков. И стреляет с берила очень больно с 3x прицела. Но этого тоже недостаточно. Финальный игрок темпо-шторм. Остается всего лишь один. Прокидывает молдов, чтобы ему ничего не сделали. Даже смог нокнуть одного из игроков. И сразу же доесть. Плюс одно очко для его команды. Это отлично. Но этого недостаточно. Игроки с тегом Ace, которые взяли первую катку, подсуетились к этому выстрелу. И просто забирают сейчас с помощью идеальной гранаты. Сколько здесь было метров? 100? Я не знаю. Ну, граната просто филиграннейшая. Один парень подымал своего друга за дропом и за тачкой. Казалось бы, что им могут сделать? Но, тем не менее, добросил. При том, что вы видели, попал через рикошеты. Просто идеальнейшим образом. И игроки команды T1 сейчас показали себя с очень-очень высокого уровня и с очень хорошей стороны. Также мы видим, что Ace подходят к как раз-таки их флангу. И здесь Ghost Gaming в составе двух игроков также заняли эту позицию. Мне кажется, это не очень разумно. Я буду очень сильно угорать, если сейчас будет еще одна такая же граната. И ГГ отлетят просто по примеру предыдущего коллектива. Это будет просто сверхразум. Я ничего в жизни отопея не видел. Это, знаете, все равно, что вот грабли лежат. Видите, как какой-то мужик наступил на эти грабли, дал себя по башке. Умер после этого. И вы также идете и наступаете на эти грабли. Это будет супер смешно, супер жестко. Надеюсь, что так и будет. Но, и тем не менее, T1, я думаю, фавориты в этой катке. Так как здесь, ну, у них кемп, у них зона, у них четыре игрока. А у всех остальных по два. Поэтому здесь я не думаю, что, в принципе, могут оказать им сопротивление другие коллективы. Разве что, если как-то объединятся между собой и выйдут с разных углов. Но, естественно, такого не будет. Потому что это слишком серьезный, слишком интересный турнир. Кстати, вы знаете, что на этом турнире запретили игрокам использовать какие-либо скины, кроме PGC. Представляете, вот такое вот строгое требование регламента. Не знаю, для чего оно было сделано. Драссел, тем временем, нокает одного из игроков, который стрелял с мутантом. Придумал тоже с мутантом играть, да? Вот, при этом стрелял по игроку, вроде как выглядывая, пекая. Но, все равно Драссел поймал его голову и дал хороший хэдшот с N24. Тем временем, его тиммейт с ником Микой порассматривает ССЛР. Игроки команды Ace подходят в бочину, прокидывают смоки. Все у них более-менее хорошо. По-моему, он только что перепутал гранаты и кинул вместо смока ХАЕшку. Что-то сегодня какой-то прям все команды фейлят невероятно угарно. И, ну вот, что это такое? Ну, это разы, это разы нормально. Гляньте, какая граната прилетает очень больно по игроку от Ace'ов. Еще одна. До свидания, братан. Всего у тебя наилучшего. Ты был нам хорошим другом. Сейчас еще и третья прилетит. Ghost Gaming. Просто не дают никакой возможности этому человеку не подняться, ни что-либо сделать. И Ghost Gaming только что забрали Ace'ов на топ-3. И теперь они вдвоем против четырех игроков команды T1. Здесь противостояние просто неприятнейшее для них, потому что сейчас начинают собрать углы, начинаются появляться различные позиции с разных сторон. Да, вот здесь пытается один из игроков просто выбежать, как-то занять более другую и более удобную позицию. Но это так не работает. Выбежал в поле. До свидания. Еще пару выстрелов по Драсилу. Очень ему больно. И где же углы, пацаны? Ну, хотя здесь уже можно вообще ничего не делать, потому что один в четыре. Опять же, коллектив чувствует себя более чем уверенно. И Драсил, может, сейчас сам суицидит, достает ХАЕшку, что-то там пытается сделать. И вот оно! Вот оно! Топ-1 для T1 с той же гранатой. Вы видели? Там даже рикошет был такой же. То есть он вот прям так же отлетел от УАЗика и так же настрелял. Ну, ну, сверх разума. Что сказать? Т1 красавцы. Поздравляю. Госгейминг. Ну, привет, пацаны. Типа, неплохо придумано. Хорошую позицию выбрали. Ну, надо отдать должное. Там других как бы не было. Выбора особо нельзя было сделать. Но все равно. Два раза одна и та же ситуация. По-моему, это супер смешно. Далее киберспортивный санок. Топ-4. И тут все вообще супер приятно. Четыре игрока команды Рожденных Побеждать. Четыре игрока команды Фейс Клан. И при этом еще два коллектива, которые остались по совершенно очень рваным, так сказать, позициям. А нет, три игрока Фейс Клана, прошу прощения. И здесь два игрока из команды Гекс. И один, опять же, из Эйсов. Эйсы нужно отдать должное. Всегда держатся до высоких позиций. Еще ни одной катки не было, когда бы они отлетали. Где-то в начале, в середине, все время. Вот в пятерке они находятся. И это, естественно, скажется на турнирной таблице. Мы видим, что единственные, кто сейчас в зоне, это Нави. Фейзы сейчас вынуждены сталкиваться с Гексами. Но они как раз закрыли Эйсов. Точнее, давая им отлететь на четвертой позиции. Здесь Фастфейс выходит в бочину. Настреливает одного из Гексов. Пока молодой стреляет при этом по Фастфейзу. Сейчас у Нави отличная позиция. Закрыть всех, кого только можно, и собрать очков. При этом у них довольно их немного. Три фрага. Этого недостаточно. И да, Фейзы отлетают на третьем месте. И как-то все было супер просто. Нави, расстреляем всех. Молодого нам показывают. Он не помахал в камеру. Молодой, помашу в следующий раз, пожалуйста. Вот. И как-то, как-то, ну вообще, типа, развязка за полсекунды. Никакой интриги, ничего. Все было моментально. Но отлично. Шесть фрагов для Нави. Плюс первое место. Это замечательный результат. И при этом, опять же, плюс очки. Предпоследняя карта на сегодня. И, на мой взгляд, самой интересной развязкой. Потому что, посмотрите на мини-карту, какая здесь толкучка. Это просто какая-то жесть. Большое количество живых для такой зоны. 20 человек. 7 команд. И все находятся близко друг к другу. Мы уже видим, как Ред Кандис Калуга. Не знаю, Канадис Калуга. Классные пацаны, походу, настреливают по своим оппонентам в виде коллектива Эйс. Но они такое не прощают. Они говорят, дружище, ты не на тех полез. Мы всегда наверху. Мы всегда держим строчки. Так что, пожалуйста, прояви уважение. Ну и заставили проявить уважение с помощью гранат. Все нормально. Тем временем, Джиту настреливают по Реду. Нет, не настреливают. Прокидывают одну гранату. Но этого было недостаточно. Она была не слишком качественная. И игрок 1 фпс. Такой вот у него ник. Просто лег за деревце. И говорит, Джиту, вы тут как бы с ними разбирайтесь. А я полежу, отдохну. Отличная стрельба с миникой. Но тоже получает довольно больно. Но при этом нанес немало урона своим оппонентам. Также из важных команд здесь Na'Vi до сих пор живы. Фейзи, по-моему, отлетели, если я не ошибаюсь. Вот здесь на миникарте видно какой-то красный значок. Но это как раз-таки был вот этот 1 фпс. Так что, да, фейзов нет. И они здесь где-то посредине катки оказались. По-моему, болезненная игра. А, нет, это смог был. Если бы это была хаешка, то было бы очень-очень больно. Но тем временем по эйсам продолжают очень больно бить. И все-таки поднимут своего тиммейта. Все пока что хорошо. Из Na'Vi у нас живой Сеня. У нас молодой. Но, по-моему, еще кто-то должен быть. Нет, вроде как два игрока. И все, в принципе, пока что работает. Пока что они могут что-то как-то здесь показать. Так как находятся в неплохой ситуации по зоне. Хотя у них просто у молодого как раз во фланге. Три игрока из команды IFTY. Вот такие вот пацаны. И TempoStorm тем временем начинают прессовать своих оппонентов. У которых малое количество игроков живых. У которых по два, по одному оставшихся. И я думаю, что они сейчас как раз-таки всех постепенно и выбьют. Тем временем тот самый 1 фпс добирает одного из игроков эйсов. Это неприятно для них. Все, они пытались, пытались сейвить своего тиммейта. Но при этом не получилось. И остаются втроем. Сеня сидит до последнего. Капитан команды Na'Vi понимает, что если он сейчас выйдет. То это будет очень-очень больно, очень неприятно. Он поэтому просто занял себе лестницу. Занял дверь. И все у него пока должно быть хорошо. Кстати, на нынешний момент, на пятый матч данной игры. Как раз-таки мы увидим, что фейсклан находится на первом месте. А игроки команды ENA. Это те самые эйсы. На втором. И при этом разрыв всего лишь 1 очко. Очень-очень мало. Тем временем темпо-шторм закрывают G2. Отправляя их на седьмую строчку. И зона, зона вынуждена как раз выбивать этих игроков. Реды последний. Тот самый боец 1 фпс. Только что отлетает от эйсов. Они ему не простили. Много добивания своей команды. Сказали, дружище, ты здесь уже не выиграешь. Что хочешь, делай тебе. До свидания. И, в принципе, здесь мы займем свое место. И будем дальше настреливать. Сеня делает очень больно по одному из игроков эйсов. Но его моментально наказывают за это. Притом игроков с ником Микки, может быть, даже и поднимут. И ситуация следующая. Опять команд живо. Темпо-шторм делает больно по эйсам. Если Сеня... Нет, нет, уже все нормально. И не Сеня молодой. Как раз мог попытаться как-то отомстить за своего тиммейта. Но не получилось это сделать. Он находился не в позиции. Он лежит в смоку, понимая, что остался одним из немногих сольников. И нужно как-то противостоять командам, которые еще и подходят прямо у него. Темпо-шторм пробегает мимо. Они не знают, что он находится здесь. И молодому нужно никак вообще не палиться. Нужно просто лежать, говорить по сны. Вы делаете, что хотите. А я тут пока что отдохну. И, в принципе, так и происходит. Темпо-шторм занимает высоты, занимает здания. Настреливают по всем вокруг. Молодой только что видел одного из игроков. Но решил не стрелять. Теперь это могло быть ошибкой. Нет, настреливает очень больно по одному из темпо-штормов. Выходит на второго. Но не хватило немного стрельбы. Но здесь отыграл просто как мог. Молодой топ-3 для Na'Vi. И просто темпо-шторм дальше остальных всех расстреливают, забирают. Но у них были все карты в руках. Просто отличнейшая игра от них. И красавчики. Погнали к финальной игре. Последнее, не менее интересное. 5 команд живо. Мы можем видеть Na'Vi абсолютно в полном составе. И при этом еще есть Jinji Gold. Есть сольники в виде игроков команды T1 и RJ, если я не ошибаюсь. Судя по мини-карте. Ну и по факту T1 только что отлетели. Бестолач был нокнут. И плюс молодой еще. Нет, точнее наоборот. Бестолач нокнул, а молодого забрали-разменяли. Но тем не менее, вроде как, его еще можно поднять. Да, уже его тиммейт поднимает. Все хорошо. Мы видим, что противостояние как раз между Na'Vi и Jinji Gold. Один сольник RJ вообще не в счет. Но у Na'Vi численное преимущество. И это должно быть им на руку. Это должна быть их катка. Они не должны этого отпускать. Плюс еще, ну, очки за плейсмент. Очки за убийство. Все нужно. За все нужно невероятно бороться. Опять красный гружок Айтрекера. Говорит, так, так, Локи. Так, сюда посмотрю. Так, где же Na'Vi? Вот они! И при этом достает 6x прицел с мини-14. Решает пока что не стрелять. Дает инфу своим тиммейтам. Говорит, пацаны, вот там вот они. Я поставил меточку. Меточку на колесико. Естественно, конечно же. Выглядывает постоянно на голову для того, чтобы проверять. То, что я говорил. Игрок команды RJ отлетает. Его забирают Джинджи Голд. И берут себе плюс 1 очко. Уже 8 фрагов у них. Na'Vi пока что не успел посмотреть. Поднастреливают по молодому. Выглядывая, естественно, не то, что на ТТК. А на просто единственный выстрел. Потому что здесь любой может дать тебе очень больно по голове. И мы видим, что Адоузи Ноковит сразу же добирает. При перетяжке очень неприятно. Было игрокам команды Na'Vi численное преимущество. Только что было потеряно. 3 на 3. У Na'Vi, кстати, 4 фрага. Им нужно, нужно это забирать. Очков крайне мало. Не настреляли. Видимо, где-то, где-то как-то куда-то не туда смотрели. И мы видим, что Теймин пытается настреливать по Бестолочи. Бестолочи скрывается за смоками. Пока что позиция у Рожденных Побеждать не такая хорошая. Им нужно зайти в зону. Один из игроков Джинджи Голд находится во фланге. Как раз-таки закрывает их. И да, они, бляньте, просто взяли непосредственно бутерброд. Настреливают по игрокам Рожденных Побеждать. Они все-таки перетянулись к зоне, все хорошо. Но Молодого нокнули. Очень неприятно. Гляньте, какая великолепная была только что судьба с мини-14. Молодому крайне больно. Его уже, по-моему, не поднять. Нет, нет, нет. Все-таки серия... Откидывает отличную гранату. Просто нокает именно, перенимая инициативу в свое место. Молодого можно сразу же поднять. Локи пытается как-то добежать. Говорит, пацаны, надо, надо, пока горячо. Пожалуйста, сделайте. Почему же вы зафейлили? Ну, наверное, на команду он свое не флеймит. Но пытается настрелять по Бестолочи. Пытается настрелять по Сене. Забирает его, оставшись в соло. Один игрок Локи. Остальные с остальными Нави разобрались. И он просто остается один в один с молодым. Молодой понимает, что совершенно нельзя сейчас поднимать своих тиммейтов. Эта ситуация уже как раз-таки соло. И просто Локи только что, когда его команда, ну, реально опозорилась, скажем так. И не вывезла Рамс с Навями. Берет в свои руки инициативу. Полностью говорит, что нет, пацаны. Я могу это сделать. И даже если он не втащит, он уже красавчик. Просто один в три дал невероятно больно. Но как бы я не болел за Нави, Локи здесь заслужил эту победу. И я, конечно, надеюсь, что молодой его перестреляет. Но если Локи затащит, то действительно будет красавчик. И как игроку, ему огромнейшее-огромнейшее уважение. Настреливает по-молодому, не попадает. Стреляет с М416. Здесь как раз-таки дуэль уже на ближних дистанциях. Как-то что-то у него, кружочек застопорился, наверное. Не очень хорошо откалиброван. Очень больно делает молодому голову. И да, вообще без урона. Разбирает его. И шестую карту забирают Джен-Джи. Голд. Ну что же. Вот такой вот получился день. По-моему, очень интересные катки. Реально крутые качели. И много кайфовых моментов. Давайте посмотрим таблицы. Так, ну что же. Вы можете видеть как раз-таки непосредственно результаты первого дня. И они довольно-таки неплохие, скажу я вам. Мы видим, что фейсклан, как в принципе и ожидалось, наверху. Да, не первая строчка, но разрыв в три очка. Три очка это вообще ничего. Эйсы. Красавцы. Реально отыгрывают очень четко и крайне стабильно. Вот нам показывают какого-то парня. Здорово. Давайте обратно на табличке. Далее идут различные коллективы. Но если вы посмотрите, разрыв очков также очень-очень мелкий у всей восьмерки. То есть здесь всегда одно-два очка отделяет ту или иную команду. И поэтому борьба более чем пока что равнее. Nami находится на шестой позиции. Конечно же, не очень хорошо. Я бы хотел их видеть куда выше. Но тем не менее, я надеюсь, что они соберутся по мере турнира. Обычно как раз-таки до этого в PL я смотрел. Они показывали себя хорошо в начале, а потом расслаблялись. И как-то у них игра не клеилась. Надеюсь, что здесь будет совершенно иначе. Полностью наоборот. То есть здесь вот они сейчас показывают средний результат. Даже чуть выше среднего. Неплохой. Но при этом, надеюсь, что по мере игры они поймут свои коллективы. Поймут своих соперников. И как-то начнут к ним приспосабливаться и обыгрывать. Я уверен, они это могут. Коллективы действительно сильные. Но что до фейзов. Не удивлюсь, если они выиграют этот чемпионат. Мы пока что видим от них великолепнейшую игру. И единственный пока что действительно достойный им конкурент. Это Эйс. Но это всего лишь одна группа. Также у нас будет вторая. Еще 16 человек. Потом они будут играть между собой. И всего лишь первый день. Поэтому здесь нас ждет еще очень много интересного. Ну а если вы хотите все это посмотреть. То, конечно же, напишите об этом в комментариях. Можете поставить лайк. Там еще что-нибудь. Я буду стараться держать вас в курсе турнира. Пытаться освещать все прикольные моменты. Ну и постараюсь сделать это интересным. Надеюсь, что данный ролик вам понравился. Надеюсь, он не будет слишком длинный. Ну, в общем, если это было так, то вы можете поставить лайк. Подписаться на канал. Скажу огромнейшее спасибо. Ну а так, конечно же. Всего вам наилучшего. Удачи. И до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро. Всем пока.